Привет, мои дорогие любимые! С вами снова Элина, и я не как-таки села за видео про биоревитализацию. Надеюсь, что у меня хватит заряда на камере, потому что я сейчас пыталась найти место, куда поставить камеру, чтобы было нормально меня видно, нормальное освещение, она была не слишком низко, ну короче, мне это не особо удалось, поэтому я сижу вот так, чтобы влезть в экран. Вот, может мне надо подвинуться немножко. И в общем, да, я сейчас в отеле, поэтому тяжело найти место, чтобы было хорошо меня видно, слышно и фон был неплохой, но вроде вот так более-менее ничего. К сожалению, я снимаю видео не днём, поэтому не особо видно моё лицо, про которое я сегодня буду говорить, и тем более я уже с макияжем. Но кому интересно посмотреть моё лицо без макияжа, можете смотреть в моих прошлых влогах Саруба, там оно у меня уже после этой процедуры, про которую я сегодня буду говорить. Процедура это биоревитализация. Наверное, многие из вас уже про это знают. Кто не знает, кто случайно зашёл на моё видео, те, да, в общем, теперь тоже знаете. Я сделала эту процедуру, и сегодня хочу всё про неё рассказать. Расскажу исключительно, конечно же, своё мнение, это не значит, что это единственное возможное мнение, что это 100% так и есть, что это правда вообще. Ну, я просто говорю, как считаю нужно, как думаю я. И давайте начнём. Вообще, как я пришла к биоревитализации? Если честно, я не собиралась делать вообще ничего до 30 лет. Только губы. Вот. Но в этот раз, когда я приехала в Россию, я решила сделать немножко другую форму губ, исправить, потому что они у меня были кривые. Я думаю, что про это, кстати, тоже сниму отдельное видео. Напишите в комментах, вообще интересно вам это или нет. Посмотреть, как было до, как стало после. Ну, под шумок я решила, что если косметолог неплохой, почему бы мне заодно ещё не сделать лоб и носогубки? Не знаю даже, почему я так решила, почему-то вот как-то так чик, и думаю, почему бы нет. Вот. И, в общем, я даже не знала, что в лоб можно делать, по-моему, только ботокс, насколько я понимаю, да, и, ну, такого рода препараты, как ботокс. И, в общем, я сказала к врачу, сделайте мне лоб и носогубки, и губы. Но оказалось, что нужно было ей заранее говорить, чтобы она этот ботоксин приобрела. Вот. А я не сказала. Короче, поэтому лоб у меня отменился, и потом в интернете я уже узнала, что она мне хотела делать ботокс. Потом подруга мне сказала, что она тоже хочет сделать ботокс, и она уже много всего прочитала в интернете, и я подумала, почему же я ничего не читаю? Надо тоже почитать. И, в общем, я уже записалась на эту процедуру, и перед тем, как ехать в Челябинск, делать себе лоб, начала читать в интернете. Во-первых, я узнала, что ботокс это яд, во-вторых, я узнала много еще чего. Кстати, я сниму отдельно видео про ботокс, зачем я сейчас все это рассказываю. В общем, я испугалась, передумала и отменила эту процедуру. Думаю, ладно, не буду делать. Потом я нашла у нас в Озерске еще одного врача по советам, записалась к ней на ботокс. Потом опять наночь начиталась перед этой процедурой и решила, что не буду я ее делать. Опять не могла уснуть, испугалась и, в общем, отменила. Но думаю, ладно уж, раз я записалась, надо сходить на какую-то процедуру и заменить ботокс на что-то другое. Чтобы моя кожа тоже как-то посвежела, морщинки подразгладились и все такое прочее. Вот я спросила у косметолога, и она мне сказала, что в лоб, ну, все-таки ничего кроме ботокса не делаю, да, чтобы так кардинально убрать морщины. Меня вообще волновала вот эта вот часть особенно. Она мне сказала, что можно сделать аквашань. И, в принципе, все, что до этого я знала про биорепитализацию, то, что вы будете ходить в пупырышках. И меня это всегда очень смущало. Я думаю, что я такую процедуру делать не буду, я не хочу ходить в пупырках, плюс делать кучу уколов лицо. Вот. Но в итоге так, что-то у меня, я не знаю, какой-то был период, что мне хотелось прям каких-то уколов. И хотелось как-то освежить кожу лица, потому что я вижу, что все-таки кожа, конечно, с возрастом не становится лучше. И, да, как-то морщины ярче проявляются. Плюс если на солнце часто бываешь, тоже как бы кожа хуже становится. Я только что когда вернулась с нашей поездки тоже летом, и подзагорела, и кожа подсушилась. В общем, решила сделать эту процедуру, как посоветовал косметолог, вот так я на нее и вышла. Мне кажется, я очень много сегодня болтаю, на самом деле. Вот. У меня тут план вообще рассказа, чтобы ничего не забыть. Вот. Самая фишка в чем, почему мне сделали Аквашайн, и почему только один раз. Потому что мне надо было уже уезжать в Голландию. И я спросила у врача, что же можно сделать один раз, чтобы я только один раз пришла. Вот. Она мне сказала Аквашайн. Есть такой спорный вопрос, вот, что я знала, что скорее всего мы поедем куда-то отдыхать на море. И спросила у врача, можно ли делать эту биоревитализацию, если я поеду скоро в тепло. Она сказала, что это даже наоборот показано, что это хорошо, чтобы ты сделала, и кожа меньше там повреждалась, что-то в этом роде. В общем, наоборот, это хорошо для кожи, что ты проколешь всякие ядонинки, а кожа меньше повредится, или что-то вроде того. Вот. И будет предохранена и увлажнена. Но в интернете, в какой-то статье я прочитала, что наоборот, после этой процедуры тоже есть много всяких штук, которых нужно придерживаться. Но я не знаю, насколько это верно, потому что после практически любых процедур в интернете очень много всего написано, что нельзя делать. Если честно, я послушала про эту биоревитализацию и поняла, что после нее вообще ничего не нужно придерживаться. Сделала и сделала. Витаминки как бы полезно. Что-то естественные всякие штучки ты делаешь, не ботокс. И как бы вообще ничего не надо после этого. Придерживаться каких-то ограничений. Но оказалось, что все-таки они какие-то есть. Я вот ничего вообще, себя ни в чем не ограничивала. А вообще этот бренд корейский. И я уже от двух врачей слышала, что люди часто относятся с подозрением к корейским брендам. Ну, я не знаю. Я к этому вопросу вообще особо не подходила. Поэтому у меня даже как-то было... Не было у меня никаких мыслей на этот счет. Друзья, я сменила немножко локацию. Так вот, как проходила процедура? Я прошла в кабинет. Мне нанесли обезболивающее, если честно. Я думала, что это вообще почему-то будет не больно. Но врач сказала мне, что это одна из самых больнейших вообще, считайте, процедур. В роде как в косметологии. В общем, да. Мне нанесли обезболивающее средство на все лицо. И тут я уже начала побаиваться. Когда прошло нужное время, начали колоть. Собственно говоря, спасибо врачу, потому что она все время со мной разговаривала. Поэтому отвлекала мое внимание. И делала все очень быстренько. На самом деле, конечно, было больновато. Даже вместе с анестезией. Да, было довольно-таки ощутимо. Но она сделала все очень быстро. То есть у меня дольше времени всего прошло именно на анестезию. А сами уколы очень быстренько. Она мне сделала весь лоб, щечки. Единственное, что вот эти я носогубки чуть-чуть делала гиалуронкой. Поэтому она их не трогала. И немножечко шею прошла вот по этому обручу-кругу, как он называется, не знаю. Вообще, моя знакомая сказала, что как-то очень у меня мало пупырышек. Большое расстояние между ними. И какие-то они маленькие. Я не знаю, как должно быть, если честно. Но по мне, вроде как, было все нормально. Я вам покажу фоточки сейчас. Как я, какая была красотка после процедуры в этот же день. Конечно, у меня были пупырышки. Но, знаете, они не настолько мешали, насколько это могло бы показаться. Конечно, в день процедуры не очень хочется выходить из дома. Но я выходила вечером, когда уже стемнело. Вот, все-таки ходила. Но макияжем, конечно же, я не пользовалась. На следующий день уже вроде как можно было краситься даже. Вот. На следующий день еще тоже они были видны. На третий день их уже было практически не видно. На четвертый уже, в принципе, было все нормально. Так что, действительно, три дня. И пупырки эти все уходят. Вообще, результат, конечно, я увидела не сразу. И хорошо, что я села это видео записывать только спустя время. Потому что, если бы я его сняла спустя, не знаю, там, пять дней, неделю, то я думала, что что я проколола вообще, никакого толка нет. Зачем я только потратила деньги и так далее и тому подобное. Вообще, какие показания здесь написаны у этого препарата? Любые признаки старения кожи, расширенные поры, угревая сыпь, рубцы, пигментация, обезвоженность. Вы знаете, их существует несколько, я не знаю, каким именно меня аквашайном кололи. Вообще, что должно быть? Что лифтинговый эффект убирает угревую сыпь, увлажняет, действует как антиоксидант, уплотняет кожу, делает ее более упругой, сужает поры, благотворно влияет на работу сальных желез, устраняет мелкие морщины, способствует выработке эластина и коллагена, стягивает рубцы. Это один из аквашайнов. И второй, все те же свойства. И плюс, он еще убирает пигментные пятна, глубокие морщины, избавляет от купероза, улучшает цвет кожи. Ну, сори, чтобы немножко заглядывать в интернет, да, но потому что я не знаю настолько всего про эту всю процедуру. Вообще, написано, что с 25 лет уже показано. Для профилактики и коррекции возрастных изменений кожи. Содержит препарат гиалуронку для увлажнения и наполнения кожи пептиды, витамины, минералы, антиоксиданты. Не содержит гормонов и гормоноподобных веществ. Вот, то есть 25-30 лет предлагают делать две процедуры в год, рекомендуется. Сейчас я прочитаю, вот что, как бы, они обещают на каком-то сайте после этой процедуры, что у меня по факту есть. Увлажненная сияющая кожа изнутри. Кожа действительно стала больше сиять. Действительно, мне кажется, она выглядит сияющей, конечно, сейчас вам не видно. Плюс у меня еще хайлайтеры, но кожа, правда, стала какая-то более такая упругая, сияющая. В общем, вот спустя как раз недели, наверное, полторы-две, я заметила уже сейчас результат, что она действительно как-то лучше стала выглядеть. Вот, вы знаете, у меня даже был прям такой период на рубе здесь, когда я ехала на машине и смотрю просто на себя в зеркале. И понимаю, что я не могу оторваться и смотрю все время на свою кожу, потому что мне очень нравится, как кожа выглядит, как губки у меня. Сделанный, в общем, лоб. Поэтому вообще состояние кожи все-таки, кажется, заметно улучшилось. И мне об этом тоже говорят люди по видео. Вот. И, ну, самой как-то стало приятнее, как у меня сейчас лицо вообще выглядит. Уменьшение высыпания, осветление пигментных пятен. Вот, кстати, про осветление. У меня после сразу процедуры очень побелели щеки, были просто белые, лицо вообще отбелилось. Для меня это было, кстати, ненужно. Я, наоборот, таки загорала, поэтому для меня это был минус, но в дальнейшем как-то уже выровнялась. Возможно, я подзагорела. Вот. Ну, высыпания, кстати, на щеках вот у меня нету, но у меня вот в этих местах стали прыщи вообще никогда не было. Возможно, я не знаю, чего. Геларонки вот здесь тоже. Короче, ну, про прыщи как бы и да, и нет. Знаете, они в одних местах ушли, в других немножко появились, поэтому тоже пока не пойму. Разглаживание мелких и глубоких морщин. Ну, про глубокие точно, я думаю, что нет. Но мелкие морщины, конечно, вот в первые дни после процедуры я обратила внимание, что морщины особо никак не поменялись. Вот сейчас, к сожалению, я не знаю, может быть, что-то бы поменялось спустя время, но я уже себе все-таки кольнула ботокс, поэтому непонятно. В итоге, ну, я думаю, что не надо рассчитывать, что прямо у вас морщины, конечно, сильно разгладятся. Если вы будете эту процедуру делать на постоянной основе и, наверное, 2-3 сеанса хотя бы сделаете, то, возможно, уже увидите лучший результат. Но после одного раза, как бы, как такового супер-разглаживания морщин я не видела. Но, возможно, мелкие стали чуточку совсем поменьше. Укрепление стенок капилляров, улучшение циркуляции, восстановление здорового цвета лица, интенсивный лифтинг. Так, интенсивного лифтинга я сильно тоже не вижу. Кожа просто такая более какая-то упругая, подтянутая, это есть, но по поводу лифтинга, конечно, не знаю. Вот, не могу сказать, что есть. Но просто кожа стала как-то выглядеть, знаете, более свежо, подтянута. И вот именно это сияние изнутри, оно присутствует. Буду ли я делать эту процедуру снова? Возможно, что буду, потому что все-таки она считается более-менее натуральной. Хотя, опять же, наверное, не нужно этим злоупотреблять, потому что все-таки кожа должна еще выделять свои все полезные вещества и не привыкать к тому, что вы их откуда-то извне вкалываете в кожу. Вот. Но я думаю, что периодически такую процедурку можно делать, все-таки кожа освежеет. И еще многие думают, что кожа становится более, не кожа, а лицо становится более немножко таким одутловатым, что ли, как-то сказать. Вот такое возможно, особенно первые дни, конечно, у меня было припухшее лицо, отек, и мне тоже моя знакомая говорит, ну, конечно, у тебя отек, потому что у тебя куча уколов в лице. Понятно, что все равно отек хотя бы там сколько-то дней продержится. Ну, может, меньше недели, может, неделю, не знаю. То есть сейчас уже, конечно, лицо стало более такое, как оно должно быть, и выглядит по-другому. На первые дни оно было опухшее. Но если вы хотите супер разглаживания морщин, как я хотела вот здесь, то, конечно, это не убрать биоревитализацию. То есть именно если вы хотите сияние кожи сделать изнутри, чтобы она сияла, да, была более такая свежая, то тогда вот эта процедура показана. По цене я отдала 5000 рублей за один раз. Что еще сказать? Не знаю. Если что-то забыла, можете написать в комментариях свои вопросы. Если я что-то знаю, то могу рассказать. Вообще, да, кому интересно, почитайте сами, в частности, про Aquashine. Если соберете действительно делать, я думаю, что лучше собирать побольше информации о том, что вы будете делать и решить, вообще надо ли вам это или нет. Потому что, на самом деле, очень много сейчас видео против всяких этих уколов. Кстати, да, у меня кожа стала еще больше блестеть, но мне кто-то написал, что это ботокс. Ну, я смотрю на всех фотках, даже когда я запудрена, у меня здесь блестит, здесь блестит. Возможно, все-таки она, конечно, более увлажненная. Вот. Что, возможно, и плюс, и минус. А, надеюсь, что было полезно этим видео. Ждите видео про ботокс, возможно, еще про губы тоже сниму, кому интересно, будет про носогубки, хотя там особо нечего говорить. Вот. Ну и, да, всем желаю быть красивыми, натурально или ненатурально, как уж вам больше хочется, нравится. Конечно, на самом деле, очень много противников у этого всего. Но я думаю, что ничего плохого в периодическом подкармливании своей кожей нет. Вот. Хотя не знаю. Ну, а мы с вами увидимся в следующем видео. Да, всем желаю быть красивыми. Пока.